приветствую вас дорогие друзья ну что сегодня видео поскольку уже очень давно не было видео на канале я просто погрузила себя в заготовки на зиму созрел урожай поэтому особо снимать некогда ну все же решила включиться чтобы вы меня совсем уж не потеряли покажу вам свой урожай жалко что я уже не смогу показать банки которые уже в погребе в погребе темно если бы был свет я бы спустилась и показала бы вам сколько уже баночек я закрыла в общем в общем итоге где-то около 70 банок не банок все мало и мало и я не знаю сколько же вообще мне банок нужно посмотрите что здесь у меня творится я даже подоставала бутылки как-то покупала сок гранатовый ну естественно он это не сок не помню уже то ли фикс прайсе то ли в магазине ушуры здесь в нашем овощном я так его называю вот хорошенький магазинчик но вот пригодились бутылочки вчера я их вымыла простерилизовала простерилизовала вот эти крышечки и закрыла вот планирую сюда закрыть томатный сок и эти бутылки с узкими горлышками пойдут и вот там те бутылки которые из-под вина куплены в светофоре в общем все пойдет в ход и банки здесь у меня уже стоят на готове в общем друзья не обижайтесь но пора заготовок в общем такой как моя мама говорил один год кормит это на самом деле так погребок меня мой уже радует а сегодня хочу показать вам вот такую мою помощницу соковыжималка это соковыжималка такая была у меня раньше на украине называлась она струмок или струмок или ручеек в переводе на русский в общем лёшек купил мне вот это чудо очень хорошая вещь именно для отжатия томатного сока я больше на нее ничего не планирую отжимать никакие другие овощи никакие другие фрукты а вот для томатов это просто незаменимая вещь я уже не помню сколько он за него отдавал но недорого то ли 1700 то ли 1500 что-то такое покупал он на озоне по-моему да на озоне вот такая помощница здесь все очень просто закладываются помидоры вот сюда вылезают отходы или жмых как мы его называем этот жмых потом еще можно перекрутить и в общем еще выжать из него какой-то сок видите здесь жмых с этими семечками то есть у нас получается чистый чистый томатный сок у меня слюнки текут там вот сеточка вон она и в общем так вот я здесь примастилась и кручу вот такие помидорки вот эти мелкие я отобрала именно для того чтобы положить в банку и потом про бланширую эту банку и залью вот собственным томатным соком томатный сок будет без уксуса только сахар и соль по вкусу но желательно лучше чуть больше пересолить и чуть больше пересахарить вот потому что помидорки возьмут потом и сахар и соль и тогда уже будет все в норме а если вот четко по вкусу сделать и тогда будет немножко но когда откроете помидоры пропитаются этим томатом и немножко будет как будто мало соли мало сахара поэтому немножко буду сюда побольше добавлять соли и сахара без уксуса в общем рецепт очень очень простой но очень очень вкусно будет все это дело потом зимой открыть и в общем наслаждаться ой как же я рада вот здесь вот у меня помидоры черри в общем я больше не буду сажать вот такие помидоры черри очень неудобно их собирать они не удобно их подвязывать если буду сажать черри то другой как бы сорт но ничего ничего эти тоже пойдут в дело я уже закрывала огурцы в томатном соусе очень вкусный рецепт такая ну закуска готовая я говорю не надо мясо то есть тоже перекручивала правда не через эту соковыжималку а через мясорубку то есть там получается и кожица и вот эти семечки ну в общем если хотите оставлю ссылку где я это нашла это называется канал любовь ким очень мне нравится тоже этот канал и вот там у нее посмотрите этот рецепт я закрыла уже около 15 литров вот по этому рецепту огурцы вот в этом томатном соусе очень 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 вкусно ну а это сейчас переберу тоже перекручу я собирала собираю томаты немножко недоспелые и потом они у меня стоят где-то сутки двое в ванной в там сейчас темно все окна закрыты потому что солнышко и они в темноте спеют так делала моя бабушка и моя мама в общем вам тоже вот такой вот совет и тогда помидорчики получаются тугие а если собрать вот переспевшие уже на грядке они ну так скажем очень мягкие получаются поэтому я срываю бурые помидоры вот зашла в ванну чтобы вам показать вот эти помидорки я сорвала сегодня вот такие тугие тугие сливки огурчики собрала кабачки собрала вот здесь еще ящик целый ящик вот таких помидор вот этим помидором кстати уже вот два дня они стоят и вот они тоже были такие чуть-чуть буренькие еще на двое суток я здесь их оставлю но вот камера вам передает очень красные почему-то на самом деле они бурые и потом буду что-то с них делать либо аджику либо ну не знаю либо томатный сок либо просто закрою помидорки с морковной ботвой тоже очень вкусно в общем посмотрим здесь опять собираются огурчики и тоже буду их уже не солить и мариновать я уже много огурчиков закрыла солеными хочется и с уксусом чтобы был разносол да чуть не забыла вот сюда в этот сок я перекручу но не через вот эту соковыжималку а через мясорубку сладкий перчик и это будет вообще тогда просто бомба этот перец я прям слюну глотаю дает и аромат и такой специфический вкус в общем добавляйте даже если вы просто закрываете томат перекрутите туда перчик или хотя бы просто разрежьте перчик пополам и бросьте в этот томат он все равно вам даст аромат и вкус ну а сейчас давайте пройдем в огород покажу какой перчик у меня остался и да и вообще давно вы не были у меня в огороде давайте пройдем и посмотрим ну давайте начнем отсюда все никак не доходят у руки у меня хотела я здесь посеять сидираты лен ну вот пошла пора горячая пора закупорки и я нет у меня времени посмотрите сколько перца это уже второй или третий ярус 1 я собрала было где-то ведра три перца но из этих трех йодер всего получилось около восьми банок литровых запеченного перца в духовке в общем перед своем соку это уже следующий урожай но вот перчик еще цветет видите еще даже есть цветочки и не знаю успеет он вырасти или не успеет но перца во втором так скажем урожаем много теперь что я вам хочу сказать по поводу перчика вот этот перец темп и он там кокоры я на следующий год его конечно очень много видите я даже здесь подвязала падают не выдерживает стержень перца не выдерживает заваливается так что я вот здесь даже по подвязывала вот эти кусты чтобы они не падали но на следующий год не знаю буду я сажать или вон или нет я думала что это будет знаете такой болгарский толстая но толстостенный перец вот как раз такой это вот то что я сажала помните из перца купленного в магните это сажалось поздно и если бы я изначально посадила вот этот перчик то но его бы было наверное больше и вот этот перец мясистый вот прям мясистый ой тут вообще надо вырвать тут прям затык получился посмотрите сколько перцев наросло в одном месте сейчас пройдем я покажу вам что там в тепличке вот морковочка вот уже один ряд помидорок засох но я здесь много собрала очень много у меня уже пять трех литровых банок и вот еще наверное на пять тут еще будет ну и дальше дальше вот черри эти неудобно очень собирать я их вовремя не подвязала да и я не знаю как их подвязывать и не прям неудобных так скажем растут ну да ладно ничего наросло значит наросло вот здесь тоже перчика много очень много и вот опять этот перец из магнита вот видите какой он толстостенный в общем какой вот покупаешь такой он и вырастает на следующий год я прям посею его больше тоже еще вот цветочки есть здесь вот много ну в общем еще здесь перчик будет и на аджику мне хватит и я же ему еще фаршировала если вы помните делала заморозки с куриным фаршем в общем я довольно довольно результатом перчик вырос вот там уже послем поспевает скоро буду варенье варить из послёна сейчас вот пройдем я вам покажу сколько послёна выросла и свеколка здесь прям ветки ломятся видите вот сколько пчелки работают жужжат но еще немножко еще немножко я его продержу а потом соберу и закрою с него варенье очень понравилось лёшику и анечкин я как-то ну так равнодушно к нему была мне больше с кабачком нравится им понравилось говорят это полезная штука этот послён в общем закрою вот огурчики здесь огурчики говорю каждый день собираю каждый день вот не увидела или пусть еще подрастет ладно завтра соберу вот здесь у нас арбузики все-таки несколько арбузиков завязалось сейчас я вам покажу вот он вот один арбузик вот здесь тоже арбузик ох травку надо вырвать вот одна штучка одна луночка выжила не знаю вырастут они не вырастут ну я думаю что один то вырастет попробуем на следующий год я как-то посерьезнее к этому отнесусь во-первых семена другие наверно возьму я имею ввиду про арбузы и посажу больше вот в те помидоры которые я уже большими прорежала в теплице когда поняла что я ошиблась вот здесь тоже есть помидорчики смотрите сколько очень вот эти чистотел все-таки пробивается но это конечно не тот чистотел который был по осенью вот здесь посмотрите какие громадины по вырастали тут вообще о какой очень вкусный сок будет так что эти помидоры тоже выжили и с них тоже будет урожай а если бы я не проредила то ничего бы не было ни в теплице нигде а вот посмотрите я оставила кабачок на семена о какой поросенок лежит видите вот пусть он зреет прям до конца до конца соберу семена я забыла как называется этот сорт мне очень понравился во первых он растет кустом вот так вот видите вот вот здесь вот такая штука вот она идет идет раз пучок вырос кабачков сорвали она дальше пошла вот плестись но она плетется по минимуму и эскандер по моему так называются эти кабачки вот видите сколько еще навязалось и вот так срываешь она дальше отрастает немножко опять пучок идет кабачков в общем на следующий год обязательно это посажу так у меня разряжается телефон надо быстро быстро вам идти и на зарядочку хотела вам еще показать какой вырос у меня как это назвать по украински это арбуз тыква короче вот посмотрите смотрите какой поросенок это вообще вот какая тыква там вот другой сорт вот такие желтенькие там вообще сорт идет сейчас покажу вам телефончик продержись еще немножко вот такие вон видите интересные такие длинненькие похожие на кабачки но это тыквы вот здесь их тоже тьма тьмущая а вот такие они вот такие в общем тык тоже будет много и разных сортов смотрите я уже по вашему советую обрывала их кончики они все равно расплелись раскинулись вот такие вот и вот тоже те помидоры которые вы мне писали выкинула на смерть ничего подобного вот все все выросло и и здесь тоже еще даже цветут вот не знаю успеют не успеют но в общем что-то будет все друзья сегодня включилась на минуточку показала что я жива здорово что у меня все замечательно все хорошо просто нет времени для съемок на этом я буду заканчивать я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых или не скорых встреч уж не знаю как получится с вами была елена ситникова пока пока